Около ринка Али, расположенного неподалеку от остановки памятник партизанам, в понедельник вечером под колеса маршрутного автобуса попала пожилая хабаровчанка. Пролежать на асфальте ей пришлось больше 10 минут, пока через автомобильные пробки до места событий добралась бригада скорой помощи. В теплом салоне машины не от ложки, следует блицосмотр и предварительный диагноз. Подозрение на сотрясение мозга, перелом ключицы. В ее возрасте, а хабаровчанке 69 лет, даже такие травмы могут обернуться очень серьезным лечением. Водитель маршрутного такси, хоть и говорил, что женщина пострадала по собственной оплошности, был серьезно расстроен. Он настаивал, что пенсионерка пошла через дорогу на красный свет. Я ее как получился, ну как, или в грудь там, или так, ну толкнул, она может быть из того, что упала, просто ей больно было. Я уже почти остановился, все так. Вы же ее увидели загодя, да? Ну конечно, да, я уже начал тормозить, а дорога сам ветер. Водитель 85-го говорил, что ехал не быстрее 40 км в час. С общей скоростью потока это действительно согласуется. Накануне вечернего часа пик на улицах уже начиналось всеобщее замедление движения. С документами у шофера все оказалось в порядке. Мужчина был совершенно трезв. За 10 лет работы на общественном транспорте такое ЧП у него впервые. Материалы этого дела попадут в отдел дознания. Однозначно высказываться о виновнике или виновнице ДТП полицейские не стали. Оперативники рассчитывают найти какую-нибудь видеозапись, которая позволит совершенно точно ответить на вопрос о том, кому и какой сигнал светофора горел в момент аварии. Если у вас имеется таковая, загрузите ее на сайт нашей программы. С места происшествия Валентин Борозняк, Анна Карпова и Павел Рогатин.